Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую. Да, приветствуем. Рад вас видеть, Дмитрий. Вот мы тут как раз обсуждаем тему турбулентности в Кремле, которая, на наш взгляд, проявляется в том, что пропагандисты начали уже какие-то взаимопротиворечащие версии толкать. Вот ваша точка зрения действительно в Кремле началась после Харьковской операции, началась такая вот турбулентность? Конечно, да. Потому что в Кремле есть две таких противоборствующих группировки. Это одна, которая все время настаивала на мобилизации, на продолжение военных действий. Ну, такая партия войны. Конечно, она недовольна. Она считает, что Путин должен пойти на более решительные меры. Он должен объявить мобилизацию, он должен назвать спецоперацию войной. Он должен, в конце концов, применить тактическое ядерное оружие. То есть вот такие есть настроения. Они недовольны, потому что, во-первых, Путин никак не может решиться на что-то более такое, скажем так, серьезное. С другой стороны, вот это контрнаступление украинцев всех, конечно, шокировало. Никто не ожидал. И явно Путин получил по полной программе. И сегодня, я думаю, там сейчас идет борьба за развитие ситуации. Что делать дальше? Одни недовольны тем, что Путин слаб, а другие недовольны тем, что вообще Путин начал эту войну. Вот, я как раз хотел спросить, есть ли некий условный лагерь мира, то есть те, кто хотят все откатить назад, прекратить войну, нормализовать отношения с Западом и так далее? Ну, если мы берем российские элиты, уж извините, что я это слово употребляю, наши элиты не заслужили такого слова. Но я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что 95-97% категорически против войны и были шокированы вообще тем, что Путин на такое решился. Но, к сожалению, эта партия мира, она сегодня сильно проигрывает. Сильно проигрывает близости к телу. Она ни на какие политические процессы, на политическую повестку не влияет пока. Вот, поэтому вот эта партия, маргинальная партия войны, сегодня, по сути, является доминирующей политической силой. Вот, что будет дальше, мы посмотрим. Но как только Путин будет терять рейтинг, как только Путин столкнется с реальным военным поражением, которое будет воспринято в России как военное поражение, то я думаю, что начнется реальная борьба. И одни захотят избавиться от Путина, потому что он слабый. Другие захотят избавиться от Путина, потому что он токсичный, нерукопожатный, потому что он военный преступник. И с ним двигаться дальше себе дороже. Потому что ты будешь вечно под санкциями, ты будешь вечно ассоциироваться с этими военными преступлениями. Вот, и еще неизвестно, может быть, тебя ждет ГАГа. Так что вот такие будут настроения, такая будет борьба. То есть здесь в любом случае Путин находится в положении, есть такой шахматный термин цукцванга. Цукцванг – это когда любой следующий ход ведет к ухудшению ситуации. Дмитрий, а можно уточнить? Вот если с партии войны более-менее понятно, но, наверное, ее лидер Патрушев чаще всего называет именно эту фамилию. Кто состоит в партии мира? Что это за люди? Я уверен, что это весь экономический блок правительства. Хотя, конечно, непонятно, чего люди не ушли еще из этого правительства. То есть к ним могут быть вот эти претензии. Я представляю, примерно представляю там настроение. Они, конечно, были шокированы происходящему. Их никто не предупредил. И, наверное, многие из них просто боятся уйти. Это бизнес, безусловно, любой крупный бизнес, за исключением каких-то путинских друзей, которые кормятся с бюджетом. То есть все олигархи такие, но более-менее вастернизированная публика, я думаю, что они, конечно же, против войны. Я даже уверяю вас, даже в Государственной Думе все, вот если убрать там ястребу, посмотреть на состав Думы, вы увидите там очень много представителей бизнеса, которые, я точно знаю, были шокированы тем, что произошло 24 февраля, а сейчас занимаются проблемами выживания, спасения своих активов. Но это можно назвать партией мира, просто эта партия мира сегодня не имеет какого-то серьезного, существенного политического влияния. Там всеми процессами командуют силовики. Но и внутри силовых структур есть уже конфликт. Это уже видно просто невооруженным глазом. Между Минобороны и ФСБ, между руководством Чечни и другой частью силовиков. То есть там тоже идет грызня, да? Все пытаются друг на друга спихнуть все эти неудачи. ФСБ обвиняет руководство Минобороны в том, что они все разворовали, поэтому нет никакого современного оружия. Ну, соответственно, Минобороны пытаются, так сказать, оправдать свои действия тем, что разведка там и ФСБ, и все вот сработали очень плохо. Дмитрий, скажите, вот на днях вышла статья Альфреда Коха. Он написал свою версию, что Путин потерял интерес к этой войне. Путин сказал своим генералам, что типа воюйте сами, попробуйте проиграть. И бережет свою нервную систему, нервные клетки не восстанавливаются, заботится о своем здоровье, открывает самое большое в мире неработающее колесо обозрения, устраивает салют в тот день, когда его армия бежит в Украине, что он отстранился. Ну, я бы просто немножечко другими словами, наверное, о том же. Путин на самом деле трус, человек, который боится политической конкуренции, боится свободного мнения, он боится потерять власть, да, он, не представляете, какой трус. И когда-то ему все давалось достаточно легко, он получил страну с высокими ценами на нефть, огромными ресурсами, и, по сути, там ему ничего не стоило прибрать к рукам всю власть, покупая лояльность граждан, да, деньгами нефтяными, свалившимися ему с неба, буквально, можно так сказать. Как только Путин оказывается перед угрозой, перед лицом какой-то угрозы, да, серьезной для себя, он все время прячется в доме, к шаманам может уехать на неделю, там, да, с, там, я не знаю, с Шойгу или еще куда-то. Пропадал однажды на месяц, мы по телевизору показывали консервы. Есть такое ощущение, что он действительно не понимает, что делать дальше. Наверное, где-то он интуитивно чувствует, что вляпался, да, хотя он не вляпался, а, в общем-то, превратился в военного преступника, если называть вещи своими именами. Вот, поэтому он не хочет слушать плохие новости, он надеется, что пронесет, как его проносило, да, все это время, и что в какой-то момент и санкции снимут, и Европа не захочет мерзнуть или еще что-то. И вот он спрятался за этим московским праздником, вот он там колесо открывает. И он, конечно, очень боится, боится признаться в том, что идет война, он все это называет спецоперацией. Мне кажется, что он где-то в глубине души верит, что это какая-то спецоперация, да. А вот я тут поиграюсь немножко, ну, получится, отлично, не получится, я как-нибудь выйду из этой игры. Но, тем не менее, власть не потеряю. Ну, вот он, понимая какую-то опасность интуитивно, да, он себя таким образом бережет, свою психику, старается на что-то отвлечься. Не потому, что ему война надоела или наскучила, а потому, что, наверное, впервые он почувствовал какую-то опасность для своей собственной власти. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот это колесо можно еще также расценивать как пыль в глаза москвичей и вообще, в принципе, всей страны? Потому что, как бы показывая этим открытием этого колеса, что все, в принципе, хорошо, все нормально, у нас никакой войны нет. Это где-то там далеко спецоперация. То есть, это не только его домик, но и для всех граждан. Ну, здесь на две части я бы разбил этот вопрос. Во-первых, что касается колеса. Ну, очевидно, что на это колесо давно были запланированы деньги и вообще все эти мероприятия планировались еще до войны. Я уверен, что даже московские власти не предполагали, что Путин начнет войну. Так что эти мероприятия идут по плану. Ну, то, что Путин там появился, то, что Путин не отменил фейерверки, говорит просто о его такой совершенно удивительной неадекватности. То есть, он абсолютно неадекватен, да, это какое-то первое время чумы, да, твоих солдат убивают, хотя там правильное слово, акупанты. Да, а ты же, да, посылай их туда умирать, ты же еще тут устраиваешь салюты фейерверки, делаешь вид, что ничего не происходит. На самом деле, вот если почитать паблики, такие ура патриотические, то, конечно, там камня на камне от Путина не осталось после того, что он сделал. То есть, он получил реальный хейт со стороны тех, кто вообще поддерживал войну, спецоперации, кто там молился на Путина, его геополитику, считал его там великим стратегом. То есть, он их очень сильно разочаровал. Поэтому это говорит о неадекватности, вот, а все остальные, ну, там, московские власти, не знаю, федеральные власти, мы, думаю, просто не хватает, как сказать, смелости, что-то сказать. Владимир Владимирович, вообще-то, как бы, давайте это все отметим, вы же не видите, что происходит. Ну, концерт, что в Лучникове тоже был. Да, 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 это все было запланировано, это невозможно было отменить, потому что нужно было бы зайти к царю и его расстроить тем, что, как бы, а войну-то мы проиграем, Владимир Владимирович, знаете, в этих условиях как-то еще там парады, какие-то, ой, парады, фейерверки устраивать, ну, в общем-то, как-то не очень здорово и неправильно. Я думаю, просто не нашлось людей, и вообще уже нет людей в окружении Путина, которые могут прийти и сказать правду, потому что политики, так же, как и пиарщики, знаете, делятся на две категории. Одни хотят слушать то, что действительно, там, правду, назовем это так, а другие то, что им нравится. И пиарщики тоже одни, ну, неважно, пиарщики, бюрократы, одни говорят то, что правильно, а другие говорят то, что начальник хочет услышать. Поэтому Путин 22 года власти, и он относится вот к этому типажу политика, который хочет слышать только хорошие новости, только то, что ему нравится. Поэтому в его окружении давно уже нету, за исключением редким умных людей, которые ему могут сказать правду. Правду можно сказать только по каким-то экономическим реформам. Поэтому он держит, как я называю, бухгалтеров, да, это вот экономический блок правительства, у которых есть возможность Путину рассказывать только про макро, там, экономикового, про вопросы экономического развития. А вот военные дела, политические дела им лезть не положено. Да. А скажите, пожалуйста, вот я хочу предложить вам еще одну тему, которая привлекла сегодня наше внимание. CNN, Associated Press, еще ряд СМИ со ссылкой на американскую администрацию сообщили, что Россия потратила 300 миллионов долларов на подкуп иностранных политиков. Причем среди стран, где была выявлена такая активность Москвы, это Албания, Босния-Герцеговина, Черногория, Мадагаскар и, возможно, Эквадор. Объясните, зачем? Зачем-то понятно. Меня немножко цифра смущает. Слишком мало. Не может быть 300 миллионов, а очень мало. Потому что у меня такое ощущение, что они на Францию только больше потратили. Или там, я не знаю, на Германию. Франция, ладно, Франция, ладно. Зачем им Эквадор, Мадагаскар, Албания? Вот я это не понимаю. Или это какой-то глобальный такой общий заговор, не знаю, такой масонский? Или это просто какие-то просто распилы и импровизации, просто чтобы устроить где-то в Европе, в Африке какую-то турбулентность? Еще Путин пытался влиять в Болгарии, на Кипре. Я могу просто перечислять страны. Задача очень простая. Путину всегда важно было расколоть единство в Европе. И он на этом играл. И тратились огромные деньги. 300 миллионов – это, видимо, то, что на поверхности где-то лежало. На самом деле денег намного больше. Намного больше. Даже сейчас в Болгарии, например, есть там некоторые политические силы, которые, ну, откровенно антиевропейские, да, и пропутинские. Даже до сих пор они там финансируются. Недавно в Варнии проходил огромный там слет при поддержке посольства и консульства. Где там всякие хирурбайкер, хирург, там вот такие личности приезжали. Денег выделяется много. И здесь, если я бы туда добавил, просто есть такое в рамках Министерства иностранных дел, есть ведомство, которое называется Россотрудничество. Вот поэтому это 300 миллионов – это чисто, я думаю, взяток каких-то, да, или каких-то вложений там в избирательные компании, еще куда-то. А еще просто миллиарды долларов тратились на это Россотрудничество. Россотрудничество тратило на всякие НКО в Европе. Эти НКО выпускали газеты, проводили концерты, куча мероприятий. Там еще, ищите, миллиарды. Так что сумма в 300 миллионов какая-то, ну, очень скромная. Но, слушайте, миллиард долларов в день Путин получал, и, по-моему, продолжает получать в день, миллиард долларов. То есть у него было столько бабла, что он просто не знал, куда его пристроить? Ну, он же мнит себя великим геополитиком, великим стратегом, который должен участвовать, так сказать, в разделе мира. Да, он живет еще там в прошлом веке ментально, где есть великие империи, да, вот, которым все должны подчиняться. То есть митрополия и провинции. Вот, он живет в том мире, где Россия является, там, ну, единственным, наверное, оппонентом США. И вот они еще до сих пор живут в такой атмосфере какой-то холодной войны США, где нужно поделить мир, поделить сферы влияния. Путин вот про это, это же ведь, ну, на это же, разве жалко потратить каких-то там, несколько там, миллиардов долларов? Да, да и вообще, не вопрос. Ну, вот мы знаем достоверно, что он вливал деньги в Марин Липен. Мы знаем достоверно, что он вливал деньги в эту австрийскую партию свободы. Мы видим, что он купил с потрохами целого Шрёдера, целого бывшего канцлера Германии. И Венгрию. Ну, Виктора Орбана, ну, да, я не знаю, мне кажется, что с Орбаном они еще и на личном уровне очень друг в друга влюблены. Влюблены, в романс. Да, да. Но, с другой стороны, Путин обещал догнать, перегнать Португалию. Путин обещал там установить во всех школах теплые туалеты. И много еще чего. Почему все бабки шли вот на это, на коррумпирование Европы, на геополитику, и фактически внутрь мало что попадало? Ну, потому что кто то, что умеет, тот тем и занимается. Если ты умеешь брать взятки и давать взятки, значит, ты будешь использовать только эти технологии. А для того, чтобы внутрь что-то попало, тебе же нужно развивать экономику, науку, технологии. А это все не приживается в условиях диктатуры. Для всего этого нужна свобода, прежде всего, политическая. Нужны суды независимые от президентской власти, где ты можешь свою собственность защищать. А если ты можешь свою собственность защищать, значит, ты будешь инвестировать, вкладывать деньги в развитие, в развитие науки, в первую очередь, технологий. А в такой стране, как Россия, все это не приживает, кроме коррупции. Поэтому с той политикой, с той стратегией, которую Путин выбрал для России, ничего внутри просто не может развиваться. Как вот в соляной кислоте невозможно плыть. Да, и вот то же самое, ну, невозможно развивать бизнес, экономику в условиях диктатуры. Да. Скажите, пожалуйста, в Москве устроили просто пышный прием делегации Хамаса. Несколько дней там они со всеми встречались, потом их прокатали в Татарстан, где их там принимал, значит, президент Татарстана. То есть они таких почестей отродясь в Москве не получали. То есть с ними все время регулярно встречались, но таких прям вот почестей не было. И, ну, мы это в Израиле восприняли однозначно как попытку опять что-то давить на Израиль. Вот у вас есть какая-то версия, что им сейчас надо от Израиля? Израиль вроде не вмешивается, к санкциям не присоединяется, оружие не поставляют. Вот что им сейчас от Израиля надо? Ну, я думаю, что здесь не только от Израиля, да, просто в условиях такого глобального конфликта кто-то торгует стабильностью, да, а кто-то торгует нестабильностью. Да, вот Путин, поскольку он проигрывает войну, поскольку он сейчас находится, ну, по сути, в конфликте со всем цивилизованным миром, да, ему уже чего там за каким-то своим имиджем следить? Он уже демонстрирует всему миру. А вот смотрите, а вот со мной всякие там террористы, со мной все те, с помощью которых мы можем вам здесь устроить такое, вот, что лучше даже не думайте с нами воевать. Мы вам здесь организуем теракты, мы вам здесь организуем какой-нибудь там кризис продовольственный, там, энергетический еще какой-то, то есть это политика шантажа и угроз на всякий случай, да, а как там это будет использовано? Ну, вот торгуйтесь теперь с нами, вот видите, у нас ХАМАЗ, а вот теперь в Израиле давайте думайте, а стоит ли вам те или иные действия в будущем предпринимать? Вот сейчас какие-то новые санкции появятся. А мы посмотрим, как вы себя будете вести. Я думаю, что это вот создание неких переговорных возможностей, да, но поскольку у нас во власти находятся преступники военные, причем такие из питерской, как бы, так сказать, да, как их называют, гопники. А это как они себя, как вообще их гопота себя ведет? Ну, она всех пугает, шантажирует, да, вот. То есть она ни о чем, ни с кем не договаривается. Вот это та же самая политика. Это же ведь вот эта вот шпана, которая сегодня у власти, на самом деле это не профессионалы, жулики, воры, еще и убийцы. Вот они сейчас пришли к власти. Ну, да, Хамас, Талибан, Хизбалла, Иран, да, это все мы видим. Но в результате мы видим, что турбулентность-то началась вот просто по периметру России. Именно России сейчас-то все угрожает. Посмотрите, Армения, Пашинян зовет АДКБ, и понятно, что у России сегодня нет сил помогать еще и Армении в этой ситуации, тем более воевать с Эрдоганом. В Грузии объявили, что они проведут референдум о том, объявлять России войну, чтобы отвоевать свои территории или не проводить. То есть Грузия вот осмелела и готова воевать с Россией в данный момент, ну, если так решит народ. Посмотрите, началось между Таджикистаном и Киргизстаном. То есть вот такая турбулентность началась именно по периметру России, а не на Западе, чего очень они хотят, конечно. Ну, я-то с вами абсолютно согласен. И умные люди-то предупреждали, чем это все закончится. Просто умных людей вокруг Путина уже не осталось. Он до последнего момента жил иллюзиями, что у России вторая армия в мире, что мы сейчас за три дня возьмем Киев, а потом, если надо, Варшаву, а заодно и как бы присоединим Армению, Грузию и всех остальных. И вернем Советский Союз, да? Да, и восстановим Советский Союз. И еще там американцы будут, так сказать, кланяться нам из-за океана, а европейцы покупать газ по любым, так сказать, ценам, которые мы только запросим. Ну, люди неадекватные, да? Они жили в мире, который выстроил их же собственная пропаганда. Я думаю, что, знаете, это так часто бывает. Сначала ты включаешь, устанавливаешь цензуру, включаешь телевизор для электората, как они называют народ, да? Электорат наш, вот. А потом так получается, что просто из-за цензуры, из-за отсутствия обратной связи, ты сам начинаешь подсаживаться на свою же пропаганду. Я это замечал еще вот в году в 15-м в Госдуме, когда общался с некоторыми даже молодыми депутатами. Не понимал, когда я с ними общался, иногда кофе пил. Я понимаю, что они живут в повестке телевизоров. Ну, потому что они там сами появляются, они друг на друга смотрят, они потом обмениваются. Кто больше появился в экране, тот, так сказать, у того больше политический вес, кто меньше, того меньше. Ну и все, и дальше начинается. Да, вот ты живешь в своем информационном пузыре. Этот пузырь как бы ты сам и создал. Ты сам в нем и живешь вместе со страной. Но проблема в том, что реальность там абсолютно искажена, она там не соответствует реалиям жизни. И дальше все решения, когда принимается, исходя из вот такой информации, да, картины мира. Ну, что тогда удивляться? Армии нет, все разворовано. Никто там мобилизацию не поддержит. Запад объединился, помогает Украине. А Украина оказалась достаточно сильной, чтобы остановить, не только остановить российскую армию, но еще двигаться, контрнаступать. И вообще неизвестно, чем закончится. Вот, так что разведчики деньги пропивали, сообщали то, что царю нравится, да. Значит, силовики, ну, тоже деньги, грубо говоря, разворовывали, рассказывали Путину, там, как много иностранных агентов. Там, я не знаю, какие-нибудь там единороссы ходили в Думу и говорили, что надо вот ограничить конкуренцию, а то всякие маргиналы, радикалы, иностранные агенты придут к власти. Ну, вот, сидел этот дед в бункере, сходил с ума там потихоньку. Вот, а еще мы все рассказывали, какие мы сильные, какая у нас армия в мире военная. Мы рассказывали сказки там про ракеты, аналогов которых нет. Ну, вот он сидел и сошел с ума. А потом решил, так я же действительно ведь великий такой. Меня все боятся, и армия у меня самая сильная. И разведка сообщает, что в Украине наркоманы сейчас захватили власть, а народ только и ждет, пока российские войска войдут и не поменяют власть. Ну, вот, и как бы и получил. По идее, вся вот эта вот система, вся эта конструкция, она должна... Это, знаете, про электриков шутку сегодня услышал? Что все электрики, люди очень умные. Да, нету глупых людей среди электриков. Вопрос, а почему? Я думаю, что вы понимаете, да, почему? Не выжили бы. Это как у саперов, ошибиться можно едино. Или как у саперов, да. Или если, значит, первый раз не получилось, парашютный спорт не для вас. Ну вот, а, значит, пока ты живешь и надуваешь щеки в виртуальном мире, ну, ты самая замечательная. Вот, но если ты считаешь, что можно два пальца сломать в розетку, с тобой ничего не будет, потому что ты Супермен, ну, ты можешь об этом говорить, да, с утра до вечера. Но если ты вдруг засовываешь эти два пальца в розетку, то дальше уже действуют законы физики. Все, что осталось, собрали в газетку. Вот они и действуют. А война — это вообще реалити-чек. Войну нельзя выиграть по телевизору, конечно. Вот сейчас они засунули эти пальцы, да, и вот мы видим, как система эта начинает подвергаться вот такой вот эрозии, да, начинает потихонечку сыпаться. Но вопрос в том, что, ну, вот многие эксперты считали, что когда столкнутся россияне с военными поражениями, то Путина сместят. Ну, или там каким-то образом, значит, что-то поменяется там в верхах. Вот. Так вот, сейчас вот уже можно говорить о том, что вероятность смещения Путина растет в какой-то степени? Или все-таки более или менее там стабильная ситуация? Я думаю, что с каждым контрнаступлением украинской армии, конечно, эта вероятность растет. Что вовсе не гарантирует, что это произойдет. Надо тоже понимать. Поэтому сейчас давать какие-то прогнозы, там, произойдет это завтра или послезавтра, там, или это через год-полтора, невозможно. Потому что здесь много разных факторов. Здесь один фактор – это военный. Другой фактор – это состояние российского общества после того, как начнут работать санкции, после того, как они отреагируют на военное поражение. А если, извините, яйца у наших представителей элиты, готовы ли они будут рискнуть ради страны и ради себя. То есть все это должно как-то совпасть. Все эти факторы. И тогда это возможно. Безусловно. Раскол элит возможен в случае тогда, когда царь будет, извините, диктатор, будет терять популярность. То есть Акела мало того, что промахнулся. Акела, когда все увидят, что царь – король-то голый, то тогда, может быть, и начнут действовать. Пока еще все-таки ситуация не созрела. Знаете, мне кажется, начнут действовать тогда, когда для, скажем, каких-то высших должностных лиц в силовом блоке, в армии, в ФСБ, вопрос будет стоять так. Или он нас, или мы его. Мне кажется, когда Путин начнет привлекать их к ответственности и сажать за военные поражения, вот тогда вероятность смещения Путина, мне кажется, вырастет. Да, но только при этом надо вспомнить 30-е годы. Был съезд победителей в 34-м. Тем не менее, в 37-м там большинство было репрессировано. Как-то они запоздали, отреагировали. Да, и то, что там было со всеми ключевыми чиновниками в сталинские времена. Все те, кто управлял катком репрессий, думал, что он вечно будет на катке, а потом они сами под него и попали. Так что это непредсказуемо, как это может быстро продолжаться. По одной из версий же Сталин тоже несамостоятельно покинул наш мир. Ну вот, все возможно. Скажите, пожалуйста, вы упомянули этого байкера-хирурга, как его, Залдостанов, кажется. Вот куда он исчез? Вот в сегодняшней ситуации, казалось бы, он должен быть там где-то в мотострелковых войсках где-нибудь под Бахмутом с российским триколором. А он как-то пропал, его не видно. Хирург на операции. Да, где он, куда он делся, вы не знаете. Ну, специально. Слушайте, понимаете, байкер-хирург был ярким фриком на фоне какой-нибудь либеральной интеллигенции. Да. Поскольку сейчас ситуация изменилась, и система координат тоже сильно изменилась, то байкер-хирург выглядит на фоне остальных таким, блин, ну, либеральным интеллигентом. Да, ему очень сложно в эту повестку как-то вот быть заметным на фоне происходящего, когда выходят действительно совсем отмороженные люди и там требуют убивать, требуют начать ядерную войну. Ну, как-то байкер-хирург, который с трудом складывает слова в предложении, мне кажется, просто сейчас, ну, он либо должен взять автобат в руки и пойти воевать, да, и показать своим примером, что нужно делать в этой ситуации. Но поскольку я думаю, что байкер-хирург, он про деньги, про распилы, про пиар, а не про реальную войну, то, конечно, он проигрывает реальным фанатикам. Да. Есть еще один. Время фанатиков. И вот на самом деле они представляют серьезную угрозу для Путина, потому что фанатики могут и, в общем-то, они не снимают кроссовки для того, чтобы залезть на скамейку во время протеста. Кстати, о фанатикам. Мне кажется, у ФСБ сейчас появляется вообще новая задача. Они должны как-то начать заниматься вот этими ультрапатриотами, которые многие из них, кстати говоря, многие из них поучаствовали в этой войне и вернутся с военным опытом. Поэтому они представляют вообще, мне кажется, прямую явную угрозу гораздо в большей степени, нежели там какие-то либеральные интеллигенции, вот такого рода даже оппозиционеры. Ну, совершенно очевидно, потому что когда перспектива мирного протеста, она буквально растворилась абсолютно, когда, мне кажется, всем стало понятно, что власть в России сменится, скорее всего, насильственным путем, никаких выборов, никаких мирных протестов уже, наверное, не будет, вот, то, безусловно, те люди, которые умеют стрелять и которым, в общем-то, насилие не чуждое, они готовы применять его, да, конечно, таким людям, ну, скажем так, им, наверное, будет проще. Вот, нам будет гораздо сложнее, а у них будет еще опыт, по сути, легальный опыт убийств, как в Буча и в Мариуполе, то есть они вот поубивали людей, и у них есть такой опыт, они знают, что это такое, и, видимо, уже как-то не рефлексируют на эту тему, поэтому, грубо говоря, сотрудники Росгвардии или сотрудники ОМОНа, я уж не говорю про ФСБ, но это такие кабинетные коммерсанты, коммерсы в основном, да, которые там что-то распиливают, вот, ну, кого-то сажают, но они могут посадить, как вот Леонида Гозвана снова, да, 72-летнего Леонида Гозвана. Да, он снова задержан на 15 суток. Снова на 15 суток. Так вот, с Гозманом они умеют бороться, да, Гозман, который, конечно же, не будет в ответ стрелять. Оказывать вообще какое-либо сопротивление. Конечно, его оружие, это интеллект и слово, вот, ну, когда они увидят Крылкова-Геркина, я думаю, они разбегутся, они не хотят в ответ получить пулю в лоб, так что это масса людей для власти будет серьезной проблемой, и просто там силы их не разгонят. Кстати говоря, вот насчет Гозмана, то, что это уже второй 15-дневный, получается, административный арест, это как-то очень похоже на то, что им вот нужно время на то, чтобы сшить какое-то дело уголовное? Как вы полагаете? Для чего вот? Я не хочу гадать, да, здесь может быть все, что угодно. А он же ведь не уехал, когда ему предупредили. Не уехал. Ему дали 15 суток. Он все ждал выхода и думал, посадит, не посадит. Может быть, кто-то сказал, а давайте еще ему 15 суток, а потом так и быть. Последнее предупреждение такое? Да, последнее предупреждение. Может быть такое, я очень надеюсь, что будет так. Но может быть по-всякому. Если бы захотели бы посадить, в общем-то, они могли сделать, как сейчас, могли сделать и по-другому, могли бы сразу дать ему какую-то уголовку. Ведь был бы человек, статья найдется. Может быть, еще идет какая-то там борьба за Готмана. Наверняка кто-то во власти не хотел бы видеть Готмана в тюрьме. Потому что, по сути, для человека с слабым здоровьем в возрасте 72 лет, это, по сути, билет в один конец. Приговор, да. Так что не знаю, в чем это закончится. Но, к сожалению, это происходит на фоне контрнаступления, поражения. Они сейчас все там нервничают, им нужно на ком-то отыграться. Ну, если ты получил по роже, где-то, если ты ненормальный человек, ты придешь домой к себе и там накажешь своих детей или свою жену. Ну вот, а поскольку наши, они совершенно неадекватные, вот они получили по роже, как следует. А вот теперь надо на ком-то отыграться. А вот Дэн Гозман, а давайте его. А вот еще там девчонки вышли с плакатами. А вот там адвокат что-то заявил. Или депутат муниципальный. Всех сейчас всех скрутим в бараний рог. Поэтому не хочу гадать. Вот. Они преступники военные, могут делать все, что угодно. Дмитрий, скажите, пожалуйста, они вот сейчас взялись за школы, за детей. Там вот, воспитание патриотизма. Надо спасать российских детей от этого вот всего кошмара. Или у детей сам иммунитет выработается, потому что, ну, они же делают это, как они и воюют. В общем-то, это воспитание патриотизма такой распил бабла, новый появился. Но они делают это настолько мрачно, тоскливо и фальшиво. Вот. Судя по роликам, которые появляются в сети. Вот. Надо спасать детей, или у них так же это получится, как они воюют? Ну, у них точно получится так же, как они воюют. Но детей все равно надо спасать. Кто это понимает, я думаю, уже какие-то меры принял. Но я знаю некоторых учителей, знакомых, которые уже обязали читать какие-то курсы патриотического воспитания. Я знаю, что они делают это формально. Ни о какой войне они там вообще не говорят. Ну, в смысле, не призывают ни о какой войне. То есть это все делают так, чтобы на отвали. Да, есть другое немножко слово, ну, вы поняли. Вот. Ну, конечно, найдутся какие-то отмороженные учителя. Наверняка там сторонники спецоперации. Вот. От таких, конечно, детей надо спасать. Однозначно спасать. Но ничего у них, я думаю, путного не получится. Дмитрий, а я хотела бы вернуться к теме фанатиков. Скажите, пожалуйста, вот о чем сейчас говорит поведение Кадырова? Ну, он прям рвется в министра обороны открыто прям. Я думаю, что Кадырову надо всегда находиться в повестке. Потому что это его козырь. Его ненавидят силовики. У него врагов по всему миру. Вот. И ему всегда нужно демонстрировать силу. Демонстрировать лояльность, демонстрировать то, что он нужен. Я не думаю, что прямо он очень показуха прямо. Мне кажется, да. Потому что Кадыров, когда он хозяин Чечни, это сила, да. Когда Кадыров уйдет каким-нибудь министром на федеральный центр, то он теряет этот ресурс. А здесь он становится никому не нужным. Я думаю, что он это понимает. Ну и авторитет он в принципе должен потерять, правильно? Потому что он же авторитетен только у чеченцев. У него нет никакого авторитета, кроме нескольких десятков тысяч вооруженных людей, ему преданных и лояльных. Вот в этом его сила. Если он это теряет, теряет контроль за регионом, он теряет все. И главное, что сразу получает проблема с силовиками. Я прошу прощения, у меня просто начинается через две минуты новый эфир. Большое вам спасибо, Дмитрий. Большое спасибо. Надеемся, вы еще к нам придете. Еще обязательно спасибо вам. Дмитрий, спасибо, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. С нами на связи был Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова